Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 384, события дня. Притча, 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. 30 декабря 2016 год. Я лично скажу, когда я первый раз прочитал вот это слово, как-то сразу остановился, неужели никто про это не читал? Был среди тех людей, где Библия не является авторитетом. Молятся длинные богослужения по 6 часов. Слова Божия вообще нет. Как будто его вообще не существует. Мало того, еще пустили молву, что кто Библию считает, тот с ума сходит. И просто отстранились. В общем-то это правильное решение. Раз Библия, это где подходит по Библии доказать что-то, ясно, что веритики. Самая хлипкая оказалась ограда у православных. Библию издали. Сказали, что она божественная. И отдали ее на откуп другим. А сами не разъясняют, и у людей нет. А теперь к ней подходит, к таким людям, любой еретик. И говорит, вот Библия, вы знаете, что она издана православно? Да, знаю. Но ты знаешь, что она божественная. Это слово Божие. Ну да. Дальше открывает все. Не делай никакого изображения на небе вверху. Ну и полетело все так. А иконы порубил. Дальше уже у него ограды нет. Еще легче. Пошло. А где о постах написано? В Библии нет ничего. Написано, не добавляй, не убавляй. А вы посты придумали. Крест носишь. А зачем он крест? На кресте Христос распал. Ты гвоздил грехи, и ты грехи уносишь на себе. Долой крест. То есть все. А вот к старообрядцам уже не подойдешь. Никак. К Библии подошел. Да пошел ты, на, со своей Библией. Носите здесь сектанты, еретики проклятые. А нафима вам. Ну. Ну и все. Кончилось. Еще нету. Вот это, я хотел узнать, где-то есть или нет. Некоторые, может, даже не знают, что есть такое. Вот здесь заряди и искать. Анафима. Анафима вам. Вот. Анафима. Есть такое. Где-то. Есть или нет, где-то здесь. Ну почему-то, я не знаю, как ее найти. Когда она говорит, ух, как анафима. Так? А где это? А? Откуда? Ну одна там, у колодца. Антихристово племя. А? Антихристово племя. Антихристово племя. Давай, заряди. Антихристово племя. Подожди-ка. Вот где. Давай. Давай. Показать, главное, как. Племя, племя там будет. Нажмите племя. Вот. Антихристово племя. Вот она. Она даже не артистка. Прям натурально. Она как. Нашли же такую. Красивые ты. От живняков, наверное, отбоя нет. Ну вот это вот, найдите антихристово племя, зарядите, а то скажут, мы у них украли-то. И в конце она только одно идет и сразу бросает ему упрек. Что ты сделал? Кого бы Бог не послал. Смотри. Антихристово племя. Вообще здорово. Антихристово племя. Развелся с женой. Ну еще раз полюбила другого, ушла антихристово племя. Вообще здорово. Ну вот теперь мы посмотрим, что у нас тут накопилось за вчерашний день. Порог Ицаи 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю вас, отче мои. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. И дальше пишет. Вот так. Ну понятно, что молитва не всегда Богом принимается. Так а молиться надо за всех? Нет, не за всех. Вы, говорит, о них, даже не молитесь о них. А пророк Иеремия, говорит. И Иоанн, говорит, не о тех, говорю, чтобы молились. Прямо запрещает где-то. Не молись о них. Ну и вот все равно пишет мне один. Раньше писал где-то, но я понял, что я как-то проскочил мимо. Иустин Александров, город Солигалич, Костромской области, 21 декабря 2016 года. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Несколько лет я регулярно смотрю и пользуюсь видео и другими материалами на ваших сайтах. Их значение и помощь, уверен, для очень многих неоценимы. Главное, что вы с Божьей помощью даете всем испытающим душам. Это пример бескомпромиссной жизни и горячей даже огненной веры и видения везде во всем Христовой истины. Учите знанию Слова Божия и верности Ему. Спасибо Господь Иисус Христос. Ну дальше что у него получилось-то? Хочу добавить, что отклики, которые я посылал на один из миссионерских видеоканалов, где был не согласен с критикой вашего служения. И, видимо, последующие реакции на них неожиданно оградили. Спасли меня как штатного миссионера, в кавычках, от лжи и лукавства века всего. За что остаюсь вам очень благодарным. То есть он за нас заступился, а на него напали. И он теперь, я говорит, увидел, пока они нападали, среди них-то был, он не видел. Они ему шелкушку дали, он теперь отскочил от них и видит вот это, да, и тоже нашел пользу в этом. Остаюсь и в молитвах за вас, и прошу ваших молитв. С уважением и почтением Иустин Александров. Помилуй его, Господи. Александр Гунин. С наступающим вас Новым Годом, уважаемый Игнатий Тихонович. У меня к вам большая просьба. Расскажите, как вы по Библии составляете события. Расскажите об этом в следующем событии дня. Значит, он спрашивает, каждый день мы составляем события по Библии. Я не могу ответить, как. У нас так это естественно идет. Ну, попробуй, подскажи, как. Нужно сначала лет 77 прожить по Библии, а потом уже что-то составлять по ней, чтобы получилось. У нас огромный материал, видите, когда его начинаешь смотреть, во свете Библии, я все рассмотрю во свете Библии. Вот сейчас погибли эти, самолет упал. Ну, понятно, что страшно, то другое. Я теперь нашел, где они выступают, избранные где. Вот они поют, видно, что поют хорошо. А после этого они начинают показывать там разные казацкие танцы, матросские, танцуют, пляшут, то другое. 85 лет коллективу Александрова. Конечно, все это здорово. Но во свете-то Библии, как это все выглядит? Во свете-то Библии-то, вот это театрально, все. Злоян Златоуст осуждает, как смертельное опасное. Жизнь такая коротенькая дана. Она дана для чего? Чтобы научиться как-то на одной ноге прыгать, крутиться на одном месте. Ну, смешно даже. Для этого ли жизнь-то дана? Конечно, он делает ногу, задирает, вон как. Так ты не сделаешь. Бывает, показывают, даже не додумаешься, как он вывернется-то. На одном мизинчике может крутиться. Но для Бога-то это что значит? Защитить себя можно. И делался как железо крепкий, ничего подобного. Надо учитывать, что они каждую семью имеют. Каждого надо кормить. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах рублей, которые потратили на этот коллектив. Тем более он знатный, военный, то другое. А для души-то какая польза от этого коллектива? Не умерли они, ничего нет. Я говорю не о погибших, а о живых. Об этом коллективе, о другом. Какие пользы? Чего тут бояться говорить-то? Мы христиане во свете Библии рассматриваем. Вот они поют, поют. И все песнопения, все абсолютно мирские. Духовных ни одного нет. Но какие духовные? Ну еще спрашивают духовные. Возьмите он песню восхождения у баптистов. Много духовных песен-то. Нас зовут христиане. Да они могли бы так спеть, что земля бы горела. Ничего этого нет. Все мирское, на потеху. И показывают, кто сидят в зале. Генералы. Все это. И каждый генерал-то получает не 6500 рублей в пенсию, как я. Получает много. А они войны не видели, не нюхали даже. Моего возраста какая война-то? Они нигде не были. То есть эти люди только из бюджета брали. Давать они ничего не давали. Дали указания резать эти ракеты сатана. Резали. Ну, как сейчас Академия наук-то там стали разбираться. Ни одного изобретения, ничего нет друг перед другом. Так и эти. Ведь это каждый день. Ну да, тренируется. Ну, а куда это все? Для Бога-то. Наступает вечность. И что ты Богу скажешь? А я умел прыгать. Я умел кривляться. Показывать что-то. Ну, там они друг за другом прячутся. Я говорю, что я умел за то, что это сурово обличает. Если бы, говорит, не платили им деньги, не давали, они бы не кривлялись. Паяться эти. Они бы тут не пели, не стояли нигде. И деньги, которые дают им, которые берут, в этот же день оказываются в пригоршнем сатаны. Это житие святого Нифонта. И вот с этой позиции-то рассматривать. Эти люди внезапно. Вот они садятся в самолет. Вот теперь уже конкретно. Во свете Библии, я понимаю. Для Библии они поехали, для Слова Божия поехали, для Христа. Нет, конечно. Знают, что там другая страна совсем. Идет война. Если сверху сбрасывали ракеты на этих... Как они должны реагировать? Я уж не беру политика. Какая политика? Душа, бессмертная душа. Я поневоле начинаю говорить, вот она уже составляется. С какой стороны не зайди, мы умрем. Мы все смертные. И те, которые сейчас сожалевают. И полторы тысячи там и водолазов, и прочие вертолеты летают ищут. Ни одного не спаслось нигде. И эти-то все смертные. Идет суд. Кого-то осудили. Вот Нюрненский процесс. Вот повесили этих. А которые выносили приговор, которые вешал. Ты где они? Все до одного умерли. Ни одного нет. Ни одного. Почему? Время съело. Ничего больше нету. И так и здесь. А теперь-то, с чем мы предстанем? Душа явится на суд Божий. Во Христе Иисусе жила ли она? А мы-то ли она кровью Христовую? И так и здесь. Вот самолет поднимается. С собой обмундирование было. Там, может, подарки какие-то. Я уж не говорю там, что другое. Но это-то. Было все. Как они веселые. Сидят, разговаривают. Там с ними и девушки сидели. Там женщины. Поговорили. Все. И вдруг все-то самолет заворачивает. А что такое там? Непонятно. А что? Падает самолет. Еще никто не понимает. Ну, на воду-то, может быть, упадет не так. Скорость-то небольшая. Три. Триста восемьдесят километров-то. Это для самолета половина его скорости. Но триста восемьдесят. Триста-то восемьдесят. Это же не тридцать восемь. Меньше двести километров он уже поднимать не может. Уже он падает. У него только простой вес, кажется, сто больше тонн. Тонн. Это надо поднять в воздух. И теперь эта махина падает вниз. Как она ударилась об воду-то? Мгновенно? А так как твердо ударилась-то? Она не так, что ударила в воду. То есть стало бы, если бы он ударился в сугроб снега, ну, допустим, вода, это был бы сугроб снега, они бы все стали живые. Снег. Но это вода. Вода, она твердая. Тверть. Ударилась, хвост отломился, вода мгновенно все заполнила. Кто-то был пристегнутый, может, еще даже не отстегнулись. Все кончилось. Когда ударили сознание, все потеряли. Уже летели вниз, уже мертвые. И вот теперь на суд Божий они пристали. Об этом-то почему не говорят? Теперь, что ваше рассуждение, вы нападаете. Вот я говорю, они будут нападать за это. Да я не против, я сожалею. Я скорблю об этом. Я мог быть там. Но перед Богом. Вот наш брат полетел во Францию, Виктор. Я сидел, говорит, и сидел, молился по четкам. Сидел, перебирал. Господи, слава Тебе, благодарю Тебя. И все. Вот оно что. А здесь кто сидел с четками? Не один. 85 лет. Прикиньте, это за один день только сколько надо. Кормить надо всех, поить. Это на государственные счеты. Что значит государство? Это от кого-то где-то отодрать надо было. И он мне представит, что я жил, ничего не создал. Что-то создали они, нет. Кого-то ко Христу привели, нет. Он сам не христианин. Думали о жизни, вещи садились, вышли, помолились. Нет. Ничего этого не было. А теперь давайте поп ходила махать будет, дымить будет. Будет наводить мороку. Главное то, что если священники это знают, и сразу указания дали, везде молиться о них. А о ком молиться, когда они не верили? Если не верили, так жили бы как христиане, пошли бы землю обрабатывать на заводе, у станков работали бы. Тут понятно. Здесь ничего этого не было. Вот оно как и составляется. Любое событие во свете Библии. Если Библия все пропитывает, Евангелие на первом месте, то ты не можешь вывернуться из этого. Какое бы событие ни было, тем более такая трагическая судьба. Трагическая. 60 с лишним артистов, это больше половины этого коллектива. Ну они наберут, завтра уже новый коллектив, туда многие пойдут. А другие бы сказали, Бог положил предел этому. И поэтому туда не надо идти. Нет, это ничего не понимают. А если вторая погибет, то сейчас полетят куда-то. И третья, и пятая, и 55-я будет командой, будут набираться. Не работать, кормиться, питаться и уважение. Они выступали перед Папой Римским. Я смотрел, та же плясали. Папа сидел, понравилось. Написал там, видимо, благодарность. Но это все земное. Перед Богом ценно что? Для меня жизнь Христос. И смерть, смерть приобретения. А здесь смерть лишения всего. Смерть приобретения. Что они приобрели? Ничего нет. Вот это событие, это уже через неделю, уже все забыто. Месяц, два, три, год вообще ничего не будет. Кто о нем совесть сегодня вспоминает? Где? А шумели там, что такое? Где-то будет как-то. Сколько самолетов падало, взорвали. Как будто никогда этого ничего не было. Вот так составляется. Александр Гунин. Так. Вот здесь Андрей Благой пишет. Примите меня в скайп, чтобы можно было заходить. Я спрашиваю. Зачем? Ответ. Хотя бы для того, чтобы иметь с вами хоть какую-то связь. Вы и ваше община мне очень по душе. Спаси Христос. Это сейчас, только утром уже было. Я отвечаю. Хотите бы говорить по скайпу? Вот все. Ну, не знаю, даже он еще вышел или нет. Ну, что у нас тут? Сейчас надо убрать маленько. Вот эта перекачка была с видеоканала. Вот у нас ресурс. Мой мир. Надо поставить, а я посмотрю. Дальше пройдет, нет? Я что-то не могу выйти. Вот сегодня три, четыре, пять. Все здесь перекачалось сюда. Что у нас здесь? Какие ресурсы? Сколько чего у нас здесь? Видео сколько? Четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь. Ну, почти пять тысяч роликов наших и чужих. На нашем вот, на этом маленьком. Хорошо. Заходи, смотри. Заходят люди, находят что-то. Вот. Наш православный форум. Вот. Вот. Записывается Венера. Что это? Имя ее или кто? То буквы какие-то где-то. Тут я отвечать никогда не буду. Да еще отвечать. Вот сколько сегодня интересов посмотреть, если так. Прошедший день. Что оно получается? Ну, это не туда дало. Сбой дало систему. Сколько за вчера шаги у нас было посетителей? Двести сорок один. Ну, двести сорок один. Да это вообще было пятьсот. И, наконец, опять съехало двести сорок один. Мы из этого не можем выехать. Но проходит неделя, месяц, два, три, четыре. Но двести сорок человек все-таки что-то не делают. И никаких вопросов, ничего нет. Это означает, они вполне удовлетворены тем, что искали и что нашли. А то вот, ну, какой-то форум там, я знаю, у других там споры идут, ругаются, доказывают. Здесь ничего не надо доказывать, все доказано. Ну, а это наш православный видеоканал «Во свете Библии». Ну, все «Во свете Библии» называется. Вот сегодня выставили. Это пораньше я тут ночью выставлял во втором часу ночи. Это раздача Евангелия, 112, 120. Это мы с Никитой беседуем. И вот, смотри, события дня тоже. 140 человек смотрят. Никаких откликов, ничего нет. Ну, очень большой у нас ресурс, это «Во свете Библии». Православный библейский сайт. Ну, здесь главная, самая ценность – это вопросы и ответы. Вот у нас роликов, я сейчас не знаю, 6400 с чем-то на видеоканале. Это так, все приблизительно, потому что система не дает счета, вручную приходится. Ну, вот работа. Посмотрим, что-то здесь получается. Вот мы включаем, теперь добавляем отсюда. «Во свете Библии». Все, что жирным курсивом, это взято из Библии. Так. Сразу открываем страничку в Ворде. Контур-В вставляем. Контур-В активируем. Переводим, чтобы можно было снять. 20. Ну, давай, теперь считаем. Вопрос 1269, 4-й том открытым оком. «Легко ли вы идти в Царство Небесное, или его надо заслужить?» Это мне вопросы задавали в разных университетах, я вел занятия, 5 университетов, институты, школу, милиция, воинские части, 3 радиопрограммы вел. И вот оттуда все эти вопросы. Сколько пропало вопросов, которые уж и даже сказать нельзя. А потом меня обязательно толкнуть надо кто-то. И это делает, как правило, женщина. Печатать на машинке, это меня женщину подбили к этому. Сейчас я не знаю кто. Алифтина, кажется, Пантелеевна. Ну и машинку достали в ней, маленькую там, поломанную. Дальше переплета. Ксения Степановна была такая. Носила от меня переплетать книгу. Потом, ну ты сам-то бы научился. Все сказано. Начал учиться. Меня обязательно толкнуть надо. То есть я считаю, что делаю, ну и никуда не вылажу. Я изобретать не умею. У меня нет этого таланта. Дальше. Ответ. Для сектантов очень легко. Им достаточно только уверовать. И они за основу берут этот стих. Евангелие Теана, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. А при чем тут сектанты? А сейчас увидим. Они упирают на слово имел. То есть они уже спасены навсегда. И отпасть они не могут. Я говорил с ними, никак не могут отпасть. Это абсолютное заблуждение сектантов и всех еретиков. Даже апостол Павел не считал, что он уже спасен навсегда. Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, когда достиг меня Христос Иисус. То есть под сомнение ставил. Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только присутствием моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Совершайте, оно несовершено еще. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекушение в вере. Вот, веру и добрую совесть. И потерпели в вере, не без веры. В вере находясь. Считай, вот от 3,16 Евангелия от Яна, и они потеряли все. Для православных достижения Царствия Божия очень трудно. Нужно отречься самого себя, полностью отвергнуться от своих прихотей. От слова «хочу», творить много добрых дел, постоянно молиться, быть в церкви, почитать священников. Требуется много трудов, как хорошему спортсмену. 1 Каинфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Матфея, 11 глава, 12 стих. А до ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилие восхищает его. 1 Каинфянам, 9 глава, 27 стих. Но усмиряя и порабощая тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Видите, мои ответы какие? Я даю ответы не свои, а Слово Божие. Если вы знаете, что вот так вот, смотрите, там сколько мест Писания, и сегодня православными, чтобы отвечали так. Очень знаменитые такие священники, которые много говорят. Одного назовите меня, одного. Вот я смотрю, там отвечает Смирнов, там Скачев, ну там много, Головин, ну хорошие, все батюшки-то. Но отвечать по Слову Божию никак не будут. Одно Слово где-то кинет, а дальше он идет и идет в степи. Сеять, что сеять, проверить нельзя. Но по Библии сразу выявляется, не по Библии говорит. Я это легко-легко доказываю, иногда беру из-за этого, да нельзя трогать, на тебя нападут еще и... Не то, что я их боюсь, а знаю, что еще это не даст. Так, ну с Богом ты все будешь делать с радостью. Филиппийцам 4, глава 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4, 13. Все могу я в укрепляющем меня Иисусе Христе. 2 Петра 1, глава 11 стих. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Евреям 10, глава 38 стих. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, то говорит к тому душа моя. 2 Коринфянам 4, 16. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Галатам 6, глава 9 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Евреям 12, глава 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Видите, как во свете Библии. Вот это заголовок. Какой наш? Трудно ли спастись? Да. Вот мы снова начинаем дальше. Мы проехали очень много городов, 600 с лишним, с благой вестью. И мы имеем большой опыт. Чем дальше сегодня от церкви, тем лучше открывается людям дверь. Если только церковь везде проникает, где-то отдельный отдел какой-то со своими свящами там нечистыми, прям в библиотеки залазит. Вот это так через них, а она ничего не знает. Книги принимать или не принимать в библиотеку, решает она, стоит там тетка, а она не знает. Отец Борис уехал, он через два дня приедет, так вы подождите его, она чокнутая. Мы ценим не минуты, секунды. Знать я его не знаю, отца Бориса буду ждать. А он приедет, может быть, полупьяный, неизвестно с чего, каким запахом пропитан. И он, что узнаете? Это брошюрку не прочитаешь-то, а это книги. Каждая книга 752 страницы, 30 томов открытым оком. И она не понимает, что она даже картинки не просмотрит. Тогда мы прямо к директору подошли, а она какую роль играет? Да никакую, вот они тут так убедили, поставить, я думаю, с тебя разговариваю, тогда давай сюда, а она-то осталась, рот раскрыла их. Теперь она с отцом Борисом там будет крюкать стоять. Дальше. Это вот мы берем по теме работа. Ну, тема работа, это очень важное. Это вопросы, которые мне задавали, на которые я отвечал. Видите, сколько мест писания приходится говорить. Людей приучить Слову Божию, чтобы научились, как глотовы, говорить, научитесь не задавать вопросы. Сами находите ответ. Дальше. Вопрос 1427, пятый том, книги открытым оком. Отец Кирилл говорит, что в школах нужно преподавать на факультативной основе культуру православия. Что это значит, культура православия? Что это значит? Откуда это взяли, культуру? У меня жена преподавала в школах этика, христианская этика. Как-то мы безбожников обманем, под них подделаемся, а там маленько что-то скажем. Фальшь. Работать только по полной программе. Нет никакой культуры. Обман. Прочь с дороги сатана. Говорим о Христе. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот так я когда в школах приходил, я в 13 школах одновременно вел занятия. Одновременно. По разной тематике. Целую школу охватывал. Школы. В один класс сбивается два-три класса, через коридор прохожу следующий урок там, где Бог открыл. Я на полном серьезе думаю, что ну это время может быть Советский Союз или уже Россия была. Советский Союз еще был. Более востребованного, чем я, никого не было. Почему? Ну действительно так. Для сна не было времени. Воинские части, милиции, отделы, районов, школы, фабрики, заводы, КГБ, прокуратура, суды и везде просят выступить. Тюрьма, лагеря, это везде, только возили на машинах, на каких? На самых престижных, там Черная Волга за мной. Я в тюрьме, иду по камерам, выхожу, а тут уже заместитель начальника УВД края сотников стоит на Черной Волге. Садитесь, там прокуроры края собрались и ждем вас. Представьте, какая была востребованность. Прокуроры края все собраны, помощники прокуроров, начальники отдела в милиции, и они ждут, что меня на машине гонят со всех, я захожу, все готово. И какой результат? Мне начальник милиции говорит, знаете, вот вы выступаете, вот в этом выступили второй раз, моя милиция стала себя тише вести. То есть, начальник-то ничего не может сделать. один подходит ко мне директор и говорит, знаете, вот мы давали кредиты, большая такая организация, а теперь-то все это развал, и они не хотят деньги-то отдавать назад-то. И давали-то на строительство домов, ну, там, квартир, домов-то. Как теперь из них деньги-то взять-то? Ну, откуда я знаю как? Так мы что решили, вас туда послать, отвезти туда, чтобы вы выступали, и начали совесть им давить, и чтобы они деньги-то отдали нам. Вот это да. Да я что, толкач какой-то вам. Я все рассказывать начну, так мало кто поверит, что как бы это. Дальше. Ответ. Адрес отца Кирилла знаю. Даю. То есть напишите ему 120-90-82, город Москва-Бересеневская набережная, 18-12, Сахарово, телефон 05-599-062. Если это так он говорил, то говорил, как принято православных патриотов-монархистов, на языке сумеречного сознания и дохолого жил же христиан. Представь себе, к нему мы заезжали, там жили, и прочее. Вот. Еще больше нельзя тут делать. Как раз. Ни одного слова, из сказанных им, нет в Библии. Он не обидится. Мы должны не факультативы выбивать, а идти с Евангелия по миру. Я как-то, он попросил дать где-то лицензию, или отклик на его книгу, воспоминания. Я говорю, не понимаю только так, отец Кирилл. Или в самом деле, вы выполняете задания масонов. Или такие уже вы и есть, недобитые. на сухом крыжовниковом поле, закрутил свою паству там, на одном месте. Ты выйти не даешь из этого терния. И он все это сам напечатал в следующем. Он очень хороший, открытый. Давай еще раз прочитаем. Если... Если это так он говорил, то говорил на... Как принято... Как принято православных патриотов-монархистов на языке сумеречного сознания и дохлого лжехристианства. Ну, понимаешь, нет. Да никогда они мне этого не простят. Так я не о нем только говорил-то. Сумеречного сознания и дохлого лжехристианства. Ни одного слова из-за сказанных им нет в Библии. Мы должны не факультативы выбивать, а идти с Евангелием по миру. А вот теперь дальше говорим, как. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. И предоповедано будет всей Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Деяние, 20 глава, 24 стих. Но я ни на что не взираю и не дорожу в свою жизнь, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 1 Коринфянам, 9 глава, 18 стих. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмезно, не пользуюсь моей властью благовествований. Слово проповедовать Евангелие встречается в Библии 15 раз. Нам этого мало? Почему же не идут по миру, а занимаются этим сектанты? Почему же мы долдоним о культуре православия, на которой нет даже намеков в Священном Писании? Что же он имеет в виду под этим предметом? Узнать праздники, порядок службы, колокола, историю, традицию, главная традиция, храмовое зодчество, старины побольше. Во всем этом обрести покой душевный и пострадать за, в кавычках, «святую Русь». Вот и все, как я это вижу. Мне особенно памятны мои занятия были с директором Торшиным, лектором 68-й школы города Барнаула. Вот я пришел, он меня уже приготовил так. У него проходят отцы и дети Тургенева. Ну, как получится, давайте. Без подготовки. Вот он заходит, а он поэт такой, депутат местного законодательного собрания. Он в энциклопедию занесен там. Столько у него, там какое-то уровневое воспитание это он написал, и все по делу-то. Он считает, объясняет какую-то фразу из этого, а я даже и Слово Божие. Контроля никакого нет, он стоит здесь. Вот тут ученики слушают. Два или три класса в один класс сбили. Ну, понятно, что молодые, девчонки рядом тут, но тут внимание. И то, что пишет Тургенев, я теперь разлагаю во свете Библии. По полочкам. Раскладываю уже где-то. Ну, закончили, когда он взмок буквально. Вот это да, говорит. У нас получился урок-то какой. Вот если бы так было сейчас где-то, я бы пошел еще, даже сейчас. Еще есть порох, пороховница. Дальше. Это все от излишка ума и от полного безверия. Это не от Духа Святого, а от хитростей лукавого и от лукавых людей служители культа заносят на культуру. Не зря же они по налогам шли в одной графе с артистами в прошлые времена незабвенной советской власти. Налоги брали как с артистов, по графе артиста. Артисты. Ну, а о чем здесь? Православная культура. Культура. Культура православия. Ну, давай, опять дальше. Видите, как что? Берем свои. Это не чужие материалы, это из моих книг. Культура нажал и сразу заактивировал. Культура с копия. Открываю страничку. Ну, почему-то не сразу открывается. Культура вставил. Культура заактивировал. И перевел в другой, больший формат цифры. Ну, и дальше уже легко считать. Пожалуйста. Вопрос 1556. Шестой там открытым оком. Вот я обращаюсь, когда к людям, то они как будто бы, ну, вот вы о себе говорите. Ну, я спрошу вас, если знаете, чтобы вот так ответы давали по слову Божию православную, ну, найдите мне. Я не знаю. Я ищу. Я обращаюсь к вам за помощью. Вы все-таки пользуетесь нашими ресурсами. Помогите мне. Вот сейчас мне скинули Карева Сергея. Посмотреть. Карев Сергей. Карев Сергей. Возьмите несколько его роликов. Посмотрите. Дайте мне знать, что он за человек. Мне на него указали. Я посмотрел четыре примерно ролика. И теперь хочу, чтобы другие дали ответ. Я не выношу суждения. Никакого. Дальше. Так, молитве Отче наш говорим. Матфея 6 глава 10 стих. Да приидет царствие твое. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Как она должна проявляться? В каких случаях мы должны спрашивать волю Божию? Не прикрываем ли мы зачастую свою лень и глупость словами на все воля Божия? Как можно отличить волю Божию от козни бесовских? У меня такие вопросы серьезные. Дальше. Ответ. На эти вопросы даны пространные ответы почти у всех маститых на таков писание от древности. Все, абсолютно все. И, конечно же, воля Божия познается только и только единственно через Писание и через неповрежденную совесть, вводимую Духом Святым. Кто хорошо знает повадки этого мира, что делается для удовлетворения прихоти своей воли, то если будешь отвращаться от того в противоположном направлении и идти, то почти всегда это направление исполнено исполнению воли Божией. Римлянам 12 глава 2 стих И не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Познавать волю Божию в молитве легче всего, потому и советуется нам плыть в молитве, быть всегда на проводе в кавычках с Господом Саваофом. 1 Фессалоникийцам 5.17 Не пристанно молитесь. Ефесянам 5 глава 17 стих Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Лень свою и беспечность прикрывать ничем нельзя, и тем более под благовидность смиренно мудрствования лукавого с прищуром. Даже Шопенгауэр утверждал, что труднее всего в мире защитить лень. Воля Божия в том, чтобы мы выкладывались на полную катушку, не дремали и во всем поступали мудро. 1 Коринфянам 9 глава 24 стих Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Это истина воля Божия, а остальное придуманное монахами кавычкой смирение, апатия, сонливость перед злом, не от Бога. Нужно тонко чувствовать желание Бога о нас, быть мужами желаний Божиих, иметь в себе тончайшее, даже не чувство, а чувствование Божиих замыслов о нас. Деяние 9 глава 23 стих В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел... А, Даниила, 9 глава 23 стих В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Филиппийцам 2 глава 5 стих Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Премудрость Соломона, 7 глава 28 стих Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Вот это никак люди понять не могут. Ну, считай, так написано. О каком бы деле не заговорили, какой бы конфликт не разрешили, каким бы вопросом не мучились, разрешение всегда в исполнении воли Божией, которая направлена, опять же, постоянно на то, чтобы спасти и чтобы не было причин неустранимых. Евангелие от Матфея 18 глава 14 стих Так нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых стих. Ты познал волю Божию. Что рождение идет через утробы женщины, почему же не просишь, чтобы ребенок в утробе был в сухих пеленках, а соглашаешься с Божьим замыслом, чтобы он плавал, был весь погружен в околоплодную жидкость, а не в песок. Так почему же в духовном рождении, в крещении, если уж так понимать рещение, столько безумства налепили, и не где-то, а именно в православной церкви? Какой песок? Какие мочения затылка? Если заповедь гласит быть погруженным в воду, то нужно криком кричать, что если ты знаешь опасность и другого не предупреждаешь о том, за что Бог спросит с нас, и очень крепко спросит. Иезекиилия 3 глава 18-19 стихи. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Нужно выставлять пикеты при храмах, чтобы никто не прорвался к этим грабителям попам, насилующим людей, ослепляющим их неведением, не допускающими им родиться, осушающим утробу духовного рождения купели. И потом он нет рождения духовного, и все выкидыши, все превращается в скатомогильники, и не в крестильные, а не в крестильные помещения. Волю Божию отличить от прямых козней сатаны непросто. Тут нужен большой навык, жизнь среди опытных христиан, молитва, бодрствование и послушание духовным, рожденным свыше друзьям. 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ефесянам, 6 глава, 5 стих. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Все подобные вопросы решаются с открытой Библии в руках и в сердце. Стихотворение. Знак попросительный, проситель изогнулся, нужда сгибает голова в поклоне. Я у куста заранее разулся, согбенный в материнском лоне. Понимаете, это ничего не рифмуется, ничего не называется. Это проповеди в стихах. И напротив строчки каждое отдельное место писания, откуда мысль взята. Вопросов этих тьма не перечесть. Зачем зачался, а потом родился? Я гол и нищ, а у того все есть. Тот в масле сыр, а у меня все кисло. Вот карапуз еще на четвереньках. В полете первом высота кровати. Вдруг познаю, что кверху есть ступеньки. Опасности и спереди, и сзади. Он расшибается огнутые вопросы, цепляющая удочка его. Но почему мой путь одни торосы? Зачем? Куда? Не знаю для чего. Они растут по мере подпродвижения. Опасности не смог предусмотреть. С неведомым разводят или женят. Повсюду расставание и смерть. Творец, Создатель, сам во мне ответь. Дай в руководство книгу или карту. Кто для меня порасставил всюду сеть? Седой с вопросами склоняюсь я за партой. Святая Библия подарок от отца. Открытым оком позволяет видеть. Власяне суневидения с лица из-за себя становится обидно. Как? Почему блуждание столько лет с вопросами по самую макушку? От слова Божия есть посох яркий свет. Покайся, поклонись Христу и слушай. Вопросы в восклицательной знаке сначала робко разгибают спины и даже и чук сейчас щурится. Однако под дубом остаются только свиньи. 15-5-й 2003-го года игла. Вот о чем речь идет. Еще можем один вопросик взять. Так, о чем здесь речь идет? Воля Божья это Старионов придумал название Опа Бена Вот это? Да, не торопитесь. Воля Божья Большой вопрос, а ответ маленький. мне не дается еще. Охота дать как можно больше материала людям, а по времени уже как раз надо уходить. Вставить. вопрос 1562-й 6-й том открытым оком Римлянам 1-я глава 9-й стих Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его, что не пристану воспоминаю о вас. Господь сотворил нас всех очень разными. Чем и как мы можем служить и отработать Богу, находясь каждый на своем месте? Ответ Апостол Павел подчеркивает главное направление своей деятельности благовестия проповедь воскресшего и вновь грядущего Христа. Но на самом деле он здесь выдвигает на первое место свою любовь в которой некоторые сомневались. Его воспоминание в молитвах о римлянах было его деятельностью любви. Пытается рассеять их неверие в это призванием свидетелей Бога, которые знают внутреннее, духовное, а не только внешнее. Согласно этого мы все, какие бы ни были разные, но должны служить друг другу любовью и своими талантами, которые нужно развивать, чтобы люди это видели и нуждались в нас. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, Римлянам, 12 глава, 8 стих. Увещатели ли, увещевай, раздаватели, раздавай в простоте, начальник ли, начальству и с усердием, благотворители, благотвори с радушием. Мы все по-своему незаменимы, и потому нужно ценить друг друга. Деяние, 20 глава, 38 стих. Скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Хватит или еще вопрос взять? 47 минут. А? 47 минут уже снимаем. Не понял. 47 минут уже ролик идет. Хватит, да? 47 минут ролик идет, я не знаю. Ну давай, как назвать? каким даром служить Богу что-то? Дары Божьи или... Давай, пиши. Сейчас вот будет разговор. Я когда простыну, у меня слух совсем закрытый. От того, что сморкаешься где-то, это перепонки влияет. Ага. Вот так. Так. Ну-ка, давай глянем еще маленько. Вот. вопросов много и не скоро пройдешь. Вот маленький вопросик. А для людей он важен. Иначе бы они его не задавали. вопросик. Вопрос 1585, 6-й том открытым оком. Что говорит нам Господь об отношении к нерадивым и порочным подчиненным? Если он нерадив, мы поступаем с ним человеколюбиво, а он от того становится еще худше. Не будет ли наказания такового противоречить словам? Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Ответ. В Ветхем Завете было государство на стороне рабовладельца. А сегодня такой шалман всюду, такой шалман всюду, что только в чеченском плену работают хорошо. Вот что говорится в Библии о работниках, склонных сачковать или воровать. Сирахов, 42 глава, 1 и 5 стихи. Не следись вот чего, без пристрастия в купле и продаже и строгого воспитания детей и окровавить ребро дому-рабу. Если он ведет себя как скот, то и обращение с ним было соответственное. Сирахов, 7 глава, 24 стих. Есть у тебя скот, наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Ефесянам, 6 глава, 7 стих. Служа с усердием как Господу, а не как человека. Не выдавай такому зарплату полную и выгнать его, пока он тебя не разорил и всех не развратил, как Ленин. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Ибо когда мы были у вас, то завещевали сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Притча, 26 глава, 3 стих. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Сирахов, 33 глава, 25 стих. Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. И изгнание такого будет точно по той совести, какая во мне. Ибо и я хочу того же собой, чтобы меня не кормили зря. Видите, как все. Так, что? Худой раб, я не знаю, как назвать. Вот еще. Худой раб. Вот так. Ну, все на этом. Бог миловал, у нас прошли мы это испытание.